1998 год считается точкой расцвета ньюметалла. Именно тогда жанр в его классическом виде превзошел по коммерческим показателям всю остальную тяжелую музыку. Именно тогда вышел альбом Korn, Follow the Leader, который и по сей день считается самой успешной пластинкой за всю историю группы. Но Korn были не единственными. Группа набрала влияние и собрала вокруг себя так называемую семейку Korn. Туда в разное время входили Limp Bizkit, Stained, Encubus и другие. Это были, как правило, ньюметалл-группы, более молодые, чем Korn. Сам Korn их всячески поддерживал, начиная от промоушена и совместных концертов, и заканчивая гостевым участием в песнях этих групп. Как правило, эти музыканты были либо друзьями детства Korn, либо были как-то связаны с продюсером Кукурузы, Россом Робинсоном. Сегодня мы поговорим об Орджи, о музыкантах, которых к ньюметаллу сложно отнести. Вернее, они играли его в течение очень короткого периода в нулевые, но этого почти никто не помнит. Основной стиль Орджи – мелодичный индастриал на стыке с синт-роком. В отличие от большинства индастриал-музыкантов, взявших за основу творчество министри и роба-зомби, Орджи – продолжатели синт-попа 80-х. Их кавер на Нью Ордер, вошедший в дебютный студийный альбом, на это очень явно намекает. Сам альбом имеет весьма специфическое название – Кэнди Эс. Говорят, что участники группы назвали его так в честь Драк Куин, с которой они познакомились накануне. Примечательно, что музыканты Орджи тоже немного напоминают Драк Куин. Всегда в обильном макияже. Вокалист Джей Гордон даже носил обувь на высокой платформе. Без обуви он почти два метра, а на платформе и вовсе два ноль шесть. Да и название группы, которая переводится как Оргия, вписывается во все это как нельзя кстати. Хотя Джей Гордон говорил, что это лишь название и сам он этим никогда не занимался. Как знать, как знать. Кэнди Эс за очень короткое время набрал бешеную популярность. Альбому был присвоен платиновый статус, что согласно американскому порядку сертификации означает продажи свыше миллиона экземпляров. Что интересно, группа появилась в 1997 году, а уже через год они стали мировыми звездами. Но тут стоит упомянуть, что музыканты пришли в Орджи не со школьной скаме. Их гитарист Райан Шак в конце 80-х вместе с Джонатаном Дэвисом играл в секс-арт. Амир Дарак играл в 80-х в глэм-группе с Джейком Ли, который потом стал гитаристом Ози Осборна. То есть ребята были опытными. Кэнди Эс, это совершенно сумасшедший диск с песнями, не похожими друг на друга. Чокнутая лирика. Даже сами музыканты признают, что она чокнутая. Синтезаторные гитары звучат так, как будто ты попадаешь куда-то в далекое будущее. И при этом музыка очень мелодичная, приятная на слух. Вокал Джея Гордона очень оригинален. Даже не для этого направления, а вообще. Редкий приятный тембр. И что самое классное, эти песни не звучат устаревшими. Просто мало кто работал в похожем стиле, это не приелось. Вы можете включить это в 2024 году и Орджи все равно будут звучать, как чокнутая музыка будущего. Они феноменальны.